Представители знака Зодиака Близнецы, Близнецы мои дорогие, здравствуйте! События ближайшего будущего. Тару расклад. Тару на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем, что нам карты подскажут для вашего знака Зодиака, какой видят эту неделю. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы сумеете свои задачи этой недели переложить на метафору карт, просчитать энергетику, что работает для вас в плюс, что в минус. Ну или же мы с вами проведем приятное время. И в нашем традиционном еженедельном прогнозе мы зададим вопросы. Что важно знать? И первая карта. Чего не избежать неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что осуществите, может быть? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Энергия, денег, финансы. И личная жизнь. Что же важно знать? Мир. Мир, покой, гармония в душе. У вас баланс. Конечно, это старший аркан. И у кого-то получение денег. Получение признания. Если прежде вы, вот, к примеру, творческий человек, или вы что-то делаете, креативите как-то по-своему, может быть, создаете что-то такое шедевральное, то здесь приходит признание популярности. У кого-то проиграется буквально и так. Ваши взгляды разделяют люди. Где-то вас хотят, мои дорогие близнецы, видеть, рады. Хотят с вами общения. Может быть, и ищут общения. И такое тоже может быть. Но это когда мы довольны собой. И нет ничего невозможного. Карта и говорит. Это ведь получение итога, последний старший аркан. Тут вообще что-то для вас складывается со знаком плюс. Самое время себе доверять паркану в мир. Вы можете засобираться в дорогу. Или к вам может кто-то собираться, приехать. И так тоже может проигрываться. Для кого-то из вас работа посредством интернет. Если вы прежде не работали, вы можете рассматривать такие варианты заработка. Потому что тоже нужен баланс. Если у вас, к примеру, финансовая ситуация, ну, выглядит не очень успешно. Тогда вы будете как раз и искать дополнительные способы заработка. И будете, мир, это у нас пространство и интернет, будете рассматривать, возможно, или допустите, что следует рассмотреть все варианты посредством новых технологий или интернет. Давайте мы узнаем. Мир, покой в семье, в ваших взаимоотношениях, можно и так сказать. Неожиданности. А вы знаете, вы избавляетесь от каких-то страхов, сомнений. От того, что вас действительно как будто держало на месте. Или если как вопрос, знаете, надоевший, набивший оскомину. А все ли будет хорошо? А могу ли я доверять? А что будет потом? И вот какая-то такая чехарда из внутреннего диалога с самим собой, который приводит к апатии. И вот эти негативные эмоции. Пятерка кубков. Да, что-то прежде вас мучило, мои дорогие. А вот здесь все встает на места. Приходит в баланс. Когда нет страха, нет сомнений. И вы буквально, вот как эта девушка, это очень добрая колода. Обратите внимание, она вот так лениво, протягивая ногу, опрокидывает эту чашу, в которой остатки этих негативных эмоций, разочарований, обид, того, что нас тянет назад или заставляет заново по тысячу раз, сомневаясь, обдумывать то, что в принципе это уже не имеет значения. Она просто протянула ножку, вот так наклонила эту чашку, сосуд, и в этот омут выливается все то, что не имеет значения. И обратите внимание, выливается вот этот негатив, и пространство откликается как будто светом волшебным. И уже это не имеет значения. Оно канет в лето, и вы о чем-то даже больше не вспомните. Все самое ценное возле вас. Правда, здорово, мир-баланс даже в вашем собственном мироощущении, самого себя. Чему сейчас не время? Туз, чаш, ну пока не расслабишься. По тузу, чаш, невозможно сказать, это карта счастья, карта любви. Ну, может быть, какие-то шаги вы должны предпринять или с чем-то определиться, прежде чем сможете уже на что-то опираться в плане личных отношений или построения, ну вот какой-то концепции, все же больше я про личную жизнь. С другой стороны, чтобы держать баланс, надо быть реалистом тоже, не замечтаться. слушать не только сердцем, мои дорогие, но еще и интеллектом самого себя и видеть ту реальность, которая присутствует в данный момент. по сути дела, это и есть баланс, но нет ничего того, чтобы вам помешало на этой неделе. Вообще нет ничего, потому что вы можете все сбалансировать и реально увидите то, как вот, что я могу сейчас положить в собственную копилку успеха, или что у меня в чем идет прогресс, или за что-то вы себя поблагодарите, мои дорогие близнецы. Может быть, за пережитый сложный период, который уже закончился практически. Но какие-то еще остаточные эмоции есть. Но вообще я не могу даже сказать, что есть что-то, чему сейчас не время. Другой разговор, может быть, что-то задерживается с учетом аркана мир, все-таки пространство. И тут имеется в виду не только расстояние в километраже, но есть еще и понимание того, что может быть расстояние по времени. Но разве только вот в этом контексте. Что вам помогает семерка мечей? А вот где-то хитро вам придется решать те или иные вопросы. Правильно оценить. Ну вот правда, тогда вот эта карта ТОС-ЧАШ, когда мы говорим, не замечтаешься, да, и семерка мечей иногда называют карта вора. Поэтому обвести вокруг пальца никто не должен. Быть самим хитрым, изворотливым, потому что, может быть, как документы реально надо какие-то вам оформлять, и вам, придя в какую-то инстанцию, нужно быть, к примеру, готовым к тому, что кто-то будет пытаться без очереди влезть. Ну я так банально. Или вас к чему-то могут склонять, к какому-то проекту, который не имеет продолжения. Может быть, вы столкнетесь с людьми, которые буквально все же по этой карте, мы не должны замечтаться. А вот когда мы где-то так вот экзальтируем в приятных эмоциях, а у вас их будет как раз достаточно, мы утрачиваем связь с реальностью. А по семерке мечей нам говорят нет. Остерегайся мошенников, остерегайся карманников. Вот буквально так. Пусть это значение карта вора не прописана, нигде нет этой фразы. Но и хитрее быть, изворотливые, где-то люди будут манипулировать, и нам как будто не остается ничего другого. И это помогает. Что скрыто. Правда, пауза какая-то незначительная может быть. Но у тебя все произойдет в свое время. Будет какое-то его величество случай. Еще вот совсем в ближайшем будущем как раз вы сумеете очень благополучно осуществить либо свое намерение, либо решить какой-то вопрос, либо куда-то поехать, либо к вам кто-то приедет. Одним словом, 21-й старший аркан. Нет ничего невозможного. Ваша мечта, ваше желание вполне осуществимо. Осуществимо. Но по времени какая-то дистанция все же быть может. Дела работы, бизнес, двойка пентаклей. Ну вот приходится как и держать баланс, мои дорогие, правда. С кем-то взаимодействовать. Есть какие-то дела, вопросы, еще не решенные. Может быть, совсем вот нужно как-то разобраться. Карта в целом говорит, все идет своим чередом. Но по двойке пентаклей, ведь по сути, это мы жонглируем обстоятельства. И великим жонглером, может быть, необходимо быть в плане взаимодействия с людьми. У вас еще и семерка мечей как раз где-то говорит о том, что вы можете столкнуться с манипуляторами. И все то, что я сказала по этой карте, мы можем отнести к двойке пентаклей. По двойке пентаклей это спонтанность. Какая-то обстановка может меняться, причем вот то, что было пять минут тому назад, это не значит, что продлится долго. Быть готовым к тому, что, как знаете, его величество случай может быть на этой неделе. И значит, кой железо пока горячо. Да, у кого-то может быть своего рода топтание на месте, но это лишь тот период, который проиграется у каждого по-своему. Но у кого-то из вас, мои дорогие близнецы, вроде вот как мы топчемся на месте и вдруг получаем какое-то известие или новость. И тогда, возможно, отправиться, быть вот легким на подъем. Куда-то следует для того, чтобы прояснить какой-то вопрос. Финансы давайте посмотрим. Рыцарь-чаш. Могут быть приятные новости по деньгам, вообще хорошее настроение. Для кого-то из вас могут быть подарки. Может быть и когда вы что-то задумаете о верху на стул с чаш и с учетом рыцаря чаш, есть ли подарки вы, мои дорогие, планируете. Я не могу сказать, что это какой-то грандиозный должен быть подарок. Это какие-то знаки внимания. Те, что нас радуют, те, что нас вдохновляют. В целом благоприятная ситуация денежная. И если у вас стоит сейчас на повестке все-таки все люди разные, хоть и объединяет один знак зодиака, когда вы как раз пытаетесь исправить финансовую ситуацию, вот здесь что-то происходит со знаком плюс. Но расслабиться вы не можете. То с чаш, тут дело не про эмоции. Здесь то, что должно больше касаться хладнокровия. Хотя себя наполнить с какими-то приятными больше эмоциями и вдохновением, ведь по сути это карта вдохновения, вдохновиться чем-то, может быть новым проектом, которым вы будете заниматься и в последующем вам деньги принесет. Но нам не говорят, что ты на одних эмоциях уедешь далеко. Нет, тут нужно быть реалистом, потому что в последующем тоже будут меняться ситуации. Ну, а для кого-то из вас, мои дорогие, семерка мечей, что помогает? Когда вот все то, что я перечислила, и может быть такая ситуация, чтобы не потратить какую-то сумму или не замечтавшись, не лишиться ее. Будьте аккуратны. Личная жизнь. Правда, смотрите, у вас карта звезда и мир. У кого-то это вы на расстоянии с партнером или вы с вашим партнером планируете куда-то поехать, отправиться. Вообще, это карта ваших намерений. И нам говорят, сияйте как звезда. Да, тут действительно у вас на тысячу процентов получится осуществить ваш план, вашу цель. Вы достигнете. Нет ничего невозможного. Карта говорит, верьте в свою звезду. Но и сами не плашайте. Об этом нам тоже напоминает. Вообще, у вас, мои дорогие, посмотрите, начинается наш расклад с 21-го старшего аркана и 17-м заканчивается. Да, какие-то задержки могут быть скрыто, потому что вот умеренность. Но эта умеренность или мир, гармония, она вам сейчас совершенно необходима. И даже если в жизни вашей есть своеобразная пауза, то вам она нужна для того, чтобы собрать силы, накопить, может быть, силы, для того, чтобы поверить в свою звезду, мои дорогие. А для кого-то из вас карта советует отдыхать. Не тормоши себя. Используй этот прекрасный период, недельный, для того, чтобы внести баланс в свою жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.